Экс-мэр Якутска Сардана Афксентьева подала в отставку, проработав на своем посту чуть меньше двух с половиной лет. Ее называли народным мэром, она была популярна и за пределами родного города. Афксентьева снизила цены на проезд в городском транспорте Якутска и объявила, что продаст дорогие автомобили из автопарка мэрии. Городоначальница также завела Инстаграм, который стал одним из основных каналов ее связи с избирателями. Поддержавший ее Владимир Федоров был назначен первым замом Афксентьевой. В марте 2019 года, во время уличных выступлений коренных жителей Якутии, мэр стала одной из тех, кто встречался и разговаривал с протестующими. Причем, выйти к гражданам ей предложила республиканская администрация, где признавали популярность Афксентьевой и силу ее слова. Впрочем, и сама Афксентьева сделала шаг в сторону системы, вступив в ряды сторонников Единой России. В сентябре 2019 года Владимира Федорова по представлению прокуратуры пришлось уволить с поста вице-мэра. В ведомстве сочли, что образование чиновника не соответствовало его посту. У чиновника был диплом бакалавра, а не магистра. Несмотря на это, а также на ритуальный жест в сторону Единой России, Сардана продолжала вести себя достаточно вольно. Еще до увольнения Федорова она поддержала Александра Габышева, который объявил себя шаманом и отправился в Москву изгонять Путина. А летом 2020 года Афксентьева открыто проголосовала против поправок Конституции и даже показала горожанам бюллетень. После этого ее принялись активнее критиковать подконтрольные республиканским властям СМИ. Некоторые сайты день за днем продолжают передергивать факты. Да, я может и не самый лучший мэр в истории нашего города, но уж точно не самый худший, как пытаются обрисовать. Беспрецедентная ложь полилась на меня после голосования по Конституции. Это было ожидаемо. Не удивлюсь, если еще какое-нибудь уголовное дело заведут, выразила опасения она в своем фейсбуке. Уголовному преследованию за год до этого подвергся один из ее замов Василий Гоголев. В 2020 его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорили к четырем годам лишения свободы. Одной из последних громких инициатив Афксентьевой было ее решение продать здание мэрии в центре города. Предполагалось, что администрация переедет на окраину и разместится в новом здании, где чиновники будут сидеть в опен-спейсах, а не в отдельных кабинетах. Пресс-секретарь Афксентьевой Алексей Толстяков заверил местных журналистов, что отставка мэра этих планов не изменит. В Якутске с 26 по 28 марта прошли внеочередные выборы мэра, а основной результат, судя по всему, дало досрочное голосование на избирательных участках в первые два дня голосования. Уже 28 марта Якутский гор-избирком отчитался о явке в 26%. Общая явка по итогам трех дней голосования составила 40%, во время прошлых выборов – в 44%. Городской избирком сообщил о победе единоруса Евгения Григорьева. За него проголосовало 43% избирателей. На втором месте с результатом в 40% кандидат от «Справедливой России» Виталий Обедин. Третье место занял выдвиженец от ГПРФ Савва Михайлов с 11%. Действительными, судя по данным избиркома, оказались 54 тысячи бюллетеней, а вот испортили 843 бюллетени. Это примерно в полтора раза больше, чем голосовала за кандидатов ЛДПР Евгения Рябченко, родины Айла Прокопьева и гражданской платформы Ивана Комарова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова